Национальный день независимого государства Самоа сегодня на выставке Экспо. Как и многие другие островные государства, эта страна обладает достаточным потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. А вот какой вид энергетики там наиболее развит, нам расскажет Марк Брюшко. Сейчас он находится на прямой связи со студией. Марк, вам слово. Спасибо. На экспонациональный день независимого государства Самоа. Самоа, как обычно, национальный день начался с небольшого концерта на одной сцене возле казахстанского павильона. Нур-Алем на нем гостям выставки показали, насколько богата и разнообразна культура этого относительно небольшого государства. После концерта гости выставки прошли в павильон, где смогли познакомиться с тем, какие альтернативные источники энергетики используют жители Самоа. Самоа более 20% энергетических потребностей этой страны покрывают возобновляемые источники энергетики. К сожалению, остальные 80% пока приходится на импортное дизельное топливо. К сожалению, это очень плохо сказывается как на экономической ситуации, так и на окружающей среде. Все на экологии жители этого островного государства крайне обеспокоены таким положением дел, поэтому уже к концу этого года власти намерены увеличить использование возобновляемых источников энергии практически на 100%. То есть привести в действие так называемое сочетание гидроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра. Разумеется, все это будет работать, если подключить все эти альтернативные источники энергии к уже действующей системе энергоснабжения, а также если подача воды останется стабильной. Также на Самоа очень развит туризм. В течение всего национального дня вы можете сами прийти в павильон Тихого океана, Тихоокеан Плаза, и убедиться в том, насколько красива природа на этом островном государстве. К этой минуте у меня все. Студия. Спасибо. Марк Брюшко информирует нас о национальном дне независимого государства Самоа.